Опасная смесь коронавируса и гриппа впервые была зафиксирована еще в период коронавирусной пандемии. Однако в этом году, по данным интернет-порталов, коинфекция получила широкое распространение по всей России. Такое заражение называется флюорона. Наименование неофициальное, но все чаще встречается в СМИ. Ведь в этом году участились случаи одновременного заражения ковидом и гриппом. Даже по отдельности, каждая из болезней — серьезная угроза для здоровья. С 2020 года и до этой зимы ульяновцы наиболее тяжело и часто болели ковид-19. Я болел год назад, в декабре месяце. Шесть дней лежал в реанимации. 76% поражений легких было. И месяц потом в больнице. Это в палате лежал. Я сам парень такой крепкий, выносливый, как очень выносливый спортсмен. Но когда поймал эту заразу, я понял, что я прямо там еле до дома дошел. Этой зимой, кроме коронавирусной инфекции, врачи зафиксировали более 400 заражений гриппом. Среди пациентов поликлиники номер 2 ЦК МСЧ 5 выявленных случаев двойного заражения. В прошлом году такие случаи не фиксировались. Почему именно так случается, что человек заболел ковидом и почему иммунитет не сработал на грипп? Надо понимать, что иммунитет на грипп сформированный и на ковид – это разные иммунитеты должны быть. В отличие от омикрона, который является мутацией коронавируса и имеет специфические синдромы, флюороны не являются отдельным заболеванием, а также официальным диагнозом. Это сочетание двух вирусов, каждый из которых лечится по отдельности. Диагностируется двойное заражение при помощи анализов. На первоначальном этапе, как правило, у пациентов есть симптомы сразу обоих вирусов. В группу риска единовременного заражения гриппом и ковидом входят люди с пониженным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Заразиться можно не только гриппом и ковидом, но и другими несколькими вирусами сразу. Чтобы это предотвратить, нужно своевременно ставить прививки, носить маски, мыть руки, регулярно поддерживать чистоту в помещении и проветривать, а также вести здоровый образ жизни. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.